Итак, смотрите, Кадха Кришни очень красивая, очень сладостная, и Ямарадж сказал своим Ямадутам, если вы увидите три вещи у людей, Кантемалы, Тилак и Малу, никогда этих людей ко мне не приводите, и тех, кто повторил хотя бы раз Святое Имя, тоже сюда приводить не надо, в Рамайине, сейчас одну секундочку, у нас переводчик устанавливает здесь трансляцию для индусов, поэтому молчит. Итак, когда ребенок сидит на коленях у матери и спит, он чувствует себя очень защищенно, и точно так же, когда мы повторяем цветы и имена Господа, это то же самое на коленях у Господа, на коленях у Господа, и он нас защищает, он полностью нас защищает. Нараджи, Нарадам. Нараде сказал, что в любом месте, где будет организована Катха, я обязательно это придумал, вы должны знать одну вещь. Нарадзи, Ваэль. Итак, каждый может, на самом деле, вишвамитра, он сначала был кшатрием, но потом он переконфицировался и стал брамами, то есть, на самом деле, я люблю, если кто-то из вас будет выражать почтение Господу Вашнаму, это что будет значить? Это будет означать, что выразить второе рамы. Итак, кто такой есть вишвамитра? Вишвамитра в конечном итоге стал кем? Учителем рамы, учителем самого Господа. И на самом деле, как… Итак, когда… Итак, однажды вишвамитра, однажды вишвамитра, однажды вишвамитра пришел во дворец Пайотхио. Рама спал, и его встретил Лакшман. И что случилось? Лакшман сказал… О, вишвамитра же, рама спит. Вишвамитра был очень… Вишвамитра был очень зол. И он сделал почтение, когда вишвамитра пришел в собрание. Он ему не поклонился. Вишвамитра стал очень злым. И он пришел сразу к раме, разбудил его и сказал… Один король, Сукан, он не выразил мне почтения. И тогда рама сказал… Я убью любого, кто не выразит почтения моему духовному учителю. И тогда что случилось? Что случилось? На самом деле, царь Сукан, он не хотел не выражать почтения вишвамитре. Но что получилось? Это Нарада. Нарада пришел к этому царю и сказал… Когда придет вишвамитра, не выражая ему почтения. И что случилось? И так он и поступил. Нарада специально сделал то, чтобы что? Чтобы показать славу преданных Господа. И этот бедный царь Сукан, он не выразил почтения вишвамитре. Вишвамитра стал очень злым на него. Вишвамитр пришел во дворец к раме и сказал… Один царь не выразил мне почтения. И тогда рама вскочил и сказал… Я убью любого, кто не выразил почтения моему Господу. И тогда Нарада взял свою вину и начал петь… И тогда этот царь Самитра, он пошел обратно в Нарада и говорит… Зачем ты мне сказал так сделать? Теперь меня рама сказал, что он казнит меня завтра. И что же мне теперь делать? И Нарада сказал… О, это материальный мир, не переживай. Нарада сказал… Он сказал… Это… Это материальный… Это мое…